здравствуйте меня зовут илона добро пожаловать на мой канал сегодня я хотела бы с вами обсудить такую интересную тему говорят есть люди которые все в жизни успевают и каждый день успевают и за свою жизнь успевают много сделать а если люди которые крутятся как говорится как белка в колесе весь день и много чего не успевают или вообще ничего не успевают или вечером останавливаются говорят но надо же весь день трудилась или трудился и ничего не сделала существенного и я хотела бы обсудить с вами правда ли это если такие люди которым удается все успеть или это просто миф давайте посмотрим я вообще часто задавалась этим вопросом как думаю многие из вас и читала книги многих успешных людей о том как они добились успеха о том как сложилась их жизнь я могу долго перечислять имена этих людей я думаю многие из них вам тоже знакомы и я поняла и для себя узнала какие-то самые важные вещи как много успевать в этой жизни я поняла какие вещи и какие поступки они делают и как они организовывают свое время чтобы успевать очень много и чтобы добиваться успеха вообще очень полезно читать книги успешных людей именно тех кто добился больших успехов и которые для нас кумиры у них очень много можно подчеркнуть полезной и важной информации и вот какие выводы я сделала лично для себя на основании прочитанных книг на основании своего жизненного опыта вот какие выводы я сделала для себя хотела бы с поделиться ими прежде всего я поняла что невозможно успеть все и есть люди которые говорят у я все успеваю в этой жизни я все успеваю я не понимаю как ты ним успеваешь значит и что-то делаешь не так во первых мы должны понять мы не успеваем ни потому что мы не правильные и потому что мы не умные не потому что мы делаем все не так а просто потому что может быть мы более искренне чем эти люди и мы Мы говорим правду, предположим, мы делимся, мы говорим, да, вот я не успеваю. А кто-то просто пытается произвести хорошее впечатление, поэтому это тоже надо учитывать. Кто-то пытается себе создать такой имидж, такое реноме, что вот я такой успешный, или я такой успешный, я всё могу, я всё успеваю, смотрите на меня и равняйтесь на меня. Поэтому, когда люди пытаются именно так вам говорить и хвастаются этим, как правило, это неправда, или они очень сильно кривят при этом душой. Но безусловно, безусловно, есть правила, правила того, как успевать очень многое. И эти правила, на этих правилах я как раз сегодня остановлюсь. То есть самое главное, что мы для себя должны понять, уяснить, что невозможно успевать всё, потому что ритм нашей жизни очень-очень быстрый, и большинство людей заняты и семьёй, и работой. Мы должны успеть посвятить время своим детям, отработать полный рабочий день, сделать домашние дела. Также у нас должно быть время на себя лично, на отдых и так далее, и так далее. Поэтому невозможно всё успеть, и мы не должны стремиться к этому. Но, тем не менее, мы должны правильно организовать свой день, стараться организовать свой день правильно, и тогда мы успеем сделать максимальное количество дел. То есть мы будем эффективными в течение дня. Как это сделать? Первое, что делают все успешные люди, это очень-очень важное правило. Они планируют. Они не встают, например, утром и не говорят, «Я, пожалуй, должен сделать это» или «Должна сделать это». Ни один успешный человек, который добился в этой жизни успеха, так не поступает. Самое главное – планировать. И большинство успешных людей, они планируют на год, на много лет и даже до конца своей жизни. Поэтому планирование – это очень важная вещь. Не просто так существуют ежедневники, планеры, и мы должны обязательно планировать наши дела. Как минимум, мы должны запланировать на неделю. А лучше, если мы запланируем на месяц и даже на более длительные сроки. Поэтому, когда вы встаете утром, у вас должен быть уже план того, что вы собираетесь делать в этот день. Второе важное свойство – это записывать то, что вы планируете. Записывать очень важно. И психологи говорят, когда вы записываете какие-то вещи или какие-то дела, то они имеют способность предваряться в жизнь, осуществляться. Это совершенно отдельная тема, это совершенно отдельная теория, которая работает. Я не буду, конечно, на этом сейчас останавливаться. Как это работает, как наши мечты можно осуществлять, записав их. Но я сейчас хочу остановиться на том, что очень важно записывать. Предположим, вы идете в магазин. Обязательно запишите список тех продуктов, которые вам нужны. Конечно, вы можете купить что-то экстра. Но, во-первых, это будет гарантия того, что вы не забудете купить то, что вам необходимо. А, во-вторых, это поможет вам более организованно и быстро обойти в магазин, таким образом сэкономив и время, и силой. То же самое. Вы должны записать планы на следующий день. Это очень важно. Записывайте. Даже если у вас самая лучшая в мире память. Записывайте. Так делают все успешные люди. Следующий очень важный момент. Не распыляться, не отвлекаться и быть последовательным. Что это значит? Мы все этим грешим. Например, часто я, делая какое-то домашнее дело, предположим, я должна что-то сделать по дому, и я начала делать это дело. В этот момент, пока я прохожу по квартире, я вдруг вижу какую-то вещь не на месте, или что-то разбросанное, или что-то вдруг я вспомнила, и я вот это тоже должна делать. И у меня есть огромное желание взять, немедленно сделать то, что я вижу. То есть оставить то мое дело, переключиться на это. Притом я думаю, я сейчас буквально за несколько минут это сделаю, то немного подождет, потому что я не могу пройти мимо. У меня в голове это будет, что я еще это должна делать. Пока я делаю это дело, я прошла в другую часть квартиры, я увидела что-то третье. Ах, этот ящик давно надо разобрать. И так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, все этим грешат. Или, например, вы делаете какую-то важную вещь на работе, в это время вам звонят. Вы отвлеклись один раз, вы отвлеклись второй раз, третий раз и так далее. И ваша энергия тратится. Вы устаете больше, когда вы переключаетесь с одного дела на другое. Так устроен наш мозг. Потому что наш мозг может эффективно делать только одно дело в данный момент. Это наша физиология, это наша анатомия, это наше научное исследование. Поэтому, пожалуйста, старайтесь концентрироваться на одном деле. Удерживайтесь от соблазна переключаться на разные дела. Если вы чем-то заняты важным, старайтесь убирать телефон в сторону. Ну, кроме ситуации, когда исключительно какие-то важные звонки, старайтесь все-таки концентрироваться на одном деле. Потому что, во-первых, вы быстрее, эффективнее закончите это дело. И, во-вторых, вы сэкономите свою энергию. Потому что, как я сказала, согласно научным исследованиям, очень много энергии тратится на то, что вы распыляетесь в этот момент на разные дела. Поэтому ваш мозг, все ваши силы и все ваше время должны быть сконцентрированы на одном занятии. Даже если это самое мелкое и неважное, ну, не важное и не глобальное занятие. Далее очень важная вещь – поставить приоритеты. Значит, когда вы записываетесь накануне дела, которые вам нужно сделать, вам нужно расставить приоритеты. Каким образом расставлять приоритеты? Это вы должны написать, какие дела самые важные для вас. Самые важные могут быть по временным рамкам. Предположим, вы должны сделать какое-то дело именно сегодня. Оно не ждет. Поставьте его на первое место. И так далее, и так далее. Потому что приоритеты очень важны. Вы должны иметь план тех дел, которые приоритетные. И поставить на второе, на третье, на четвертое, на так далее место, те дела, которые менее важны. Иначе это помешает вам сконцентрироваться на главных. К тому же может случиться так, что вы не все успеете сделать в этот день. И если вы не успеете сделать важные дела, то это более серьезная ситуация может возникнуть. Вы будете находиться в стрессе из-за этого. А если вы не успеете сделать второстепенные дела, то вы скажете, ну, не успел, ничего страшного. И опять-таки это не заставит вас стрессовать по этому вопросу. Также распределяйте свои силы, как я сказала. Но это относится к тому же пункту. Согласно научным исследованиям, самое эффективное время, самое время, когда вы находите в наиболее свежем виде, ваш организм наиболее эффективно функционирует, это первые три часа. То есть если вы встали, пробудились, вы там позавтракали, предположим, в течение первых трех часов ваш организм способен эффективнее всего работать. Потом работоспособность несколько снижается. Поэтому старайтесь планировать свои дела, именно самые важные, сложные дела, энергозатратные, именно на этот промежуток времени. Также важно учитывать то, что любой человек, даже самый энергичный способен делать определенное количество дел в определенный промежуток времени. Поэтому планируйте все-таки реальное количество дел, которые вы сможете сделать. Например, и записывайте, еще раз записывайте. Например, вы записываете пять дел, которые вы обязательно должны сделать в этот день. И пять, предположим, дополнительных, которые вы можете сделать, если у вас останется лишнее время и силы. И таким образом вы и свой мозг не перегружаете. Потому что если вы написали 10 важных дел и еще 10 второстепенных, вы уже психологически с самого начала у вас организм находится в стрессе. Потому что ваш мозг понимает, что вы просто физически и морально не способны справиться с таким количеством дел. Поэтому ставьте себе реальные задачи. Таким образом вы избавите свой мозг от стресса и настроите его на позитив. Также старайтесь ставить временные рамки, хотя бы приблизительные. Предположим, представьте себе какое-то дело и отведите для него определенное количество времени. Если это дело чрезвычайно важное, и я понимаю, что вы можете потратить на него больше времени, но если, предположим, вы решили убрать, например, эту полку, или вы решили убрать 2-3 полки в этот день дома, то, например, вы говорите, «Я даю себе 30 минут». Старайтесь концентрироваться, вы старайтесь эффективно это сделать. Если вы понимаете, что за это время вы убрали только одну полку, и вам еще предстоит сделать много других дел, остановитесь и идите дальше. Потому что если вы, например, вот это дело будете делать 3-4 часа, таким образом вы можете не успеть сделать другие важные дела. И в конце дня у вас останется чувство недовлетворения от проделанной работы. Что еще важно? Очень важно еще отдыхать между выполнением каких-то задач. Даже если это до отдыха будет кратковременным, 5-10 минут, тем не менее это очень важно. Потому что за это время вы наберетесь какого-то количества энергии, и вы пополняете свои запасы энергии между важными делами. Есть люди, известные люди, которые даже позволяли себе спать в течение дня. Они могли на очень важной должности, на очень важной работе уединиться минут на 30 и просто поспать. И потом они выходили из своего кабинета, полные сил, полные энергии. И это была часть их обычной ежедневной рутины. Поэтому, предположим, если вы чувствуете, что вы устали, вам нужен перерыв, возьмите, пожалуйста, перерыв, хотя бы на 5-10 минут, сколько вы можете позволить. Или, предположим, вы пришли домой уставший, и вам много чего еще нужно сделать. Скажите себе, я пойду прилягу на полчаса. Позвольте себе этот отдых. Полчаса или час, сколько вы можете позволить по времени. Но позвольте, пожалуйста, не нужно себя загонять до бессознательного состояния, потому что в конечном счете это снизит вашу эффективность. Поэтому позвольте себе отдохнуть, позвольте расслабиться. Поверьте мне, что потом, став снова со свежими силами, вы сделаете гораздо больше и даже сами себе удивитесь. Удивитесь тому, как много вы сумели сделать. Следующее правило. Старайтесь объединять задачи. Что я имею в виду? Ну, я не буду говорить, я думаю, это знают все, если собрались, предположим, вы идти в продуктовый магазин и обувная мастерская находится рядом, пожалуйста, не забудьте захватить обувь для того, чтобы отдать ее ремонт. Потому что, если они рядом, то, естественно, вы сэкономите время. А чтобы вы не забыли это сделать, вам нужно заранее планировать, как я уже сказала. Если вы запланировали и записали, то вы это не забудете. Также, предположим, вот вы едете в машине, вы решили поехать в магазин, вы едете с ребенком, и вдруг ребенок заснул по дороге. Вы подъезжаете к магазину, и вы понимаете, что вот 30-40 минут он будет спать в машине, иначе у него будет плохое настроение, если вы его разбудите, и он устроит вам скандал. Поэтому продумайте это заранее. Возьмите с собой учебник, если вам нужно заниматься, или возьмите с собой книгу почитать, или запланируйте что-то такое, что вы можете сделать, сидя в машине, тем самым вы сэкономите время. Иначе эти 30-40 минут или час вам просто придется сидеть в машине, раздражаться, расстраиваться, нервничать из-за того, что вы теряете время. А таким образом вы совместите, можно сказать, два дела сразу. И так вы можете планировать многие свои дела, то есть старайтесь объединять задачи и дела. И таким образом вы сэкономите и время, и силы. Еще одно правило. Пожалуйста, делегируйте обязанности. Есть люди, которые привыкли все брать на себя. Есть люди, которым кажется, что если мы это не сделаем, никто, ни наши близкие, ни наши друзья, ни наши родственники не смогут это сделать так же хорошо, как мы. На самом деле это не так. Поэтому, пожалуйста, делегируйте обязанности. Если вам предлагают помощь, любую помощь, никогда от нее не отказывайтесь. Помощь родственников, помощь друзей, помощь ваших детей, а также просите их тоже вам помочь. Это совершенно нормально. Надо просить людей вам помочь, и близких людей, и даже иной раз чужих людей. Нормально друг друга просить, нормально за это быть благодарным. Например, я, если меня попросят помочь, мои друзья, знакомые, даже совершенно чужие люди, для меня большая радость помочь, потому что я при этом почувствую себя полезной. Поэтому для меня это совершенно не затруднение, Для меня это радость, помочь человеку, если я могу это сделать, это в моих силах. Поэтому, пожалуйста, делегируйте обязанности. Обязательно говорите детям, что сделай, пожалуйста, это, сделай, пожалуйста, то. Вы можете тоже написать список, может быть, одно, два, три дела. И таким образом и помощь вам будет, и это тоже в воспитательном смысле очень хорошо для детей. И во всех отношениях это будет и облегчать вам труд, потому что даже если несколько простых дел сделает ваш ребенок, или поможет вам муж, или кто-то из близких, из друзей, это будет очень-очень огромной подмогой. Предположим, когда я делаю различные партии, вечеринки, приглашаю друзей, многие мои друзья предлагают помочь что-то сделать, приготовить салат. И я им очень благодарна за это, и у меня это вызывает большую радость. И я знаю, что мои друзья от души, от чистого сердца это делают. Поэтому принимайте, пожалуйста, помощь, принимайте с радостью и благодарностью. И, наконец, мои дорогие, не забывайте, пожалуйста, что надо любить себя. Надо понимать, что у нас у всех есть сложные дни. Есть дни, когда мы устали. Есть дни, когда мы проснулись, может быть, не очень хорошем настроении. Есть дни, когда наш энергетический уровень невысок. И поэтому эффективность, эффективность наша может несколько быть сниженной. Предположим, бывает, что мы встали, и мы чувствуем себя очень бодрыми, очень энергичными. Мы чувствуем, что мы можем горы свернуть. А бывает, мы встали, вроде выспались, но какое-то не такое настроение. Мы немного разбиты. Поэтому старайтесь облегчить свой день. Не заставляйте себя делать, не ставьте перед собой сложные задачи. Пожалуйста, учитывайте это, любите себя. И еще следующий момент, на котором я хотела ознавиться, это последний момент. Будьте позитивными. Будьте позитивными и обязательно себя поощряйте. Согласно еще раз научным исследованиям, есть целые книги, огромное количество литературы написано на эту тему, что поощрение обычно улучшает наше качество, не только качество нашей жизни, но также улучшает эффективность всего того, что мы делаем. Предположим, вы сделали какое-то дело, вы провели удачный день, вы сделали много дел, в конце дня себя поощрите. Поощрите себя словесно, подарите себе какой-то маленький подарок, самый простой, самый элементарный, может быть, шоколадка, может быть, горячая ванна, все, что угодно, все, что вызывает у вас радость. Устраивайте себе эту радость и обязательно благодарите себя и поощряйте себя за все хорошее, что вы сделали. Потому что это в вашем мозге закрепляется, как условный рефлекс, закрепляется память об этом. И в следующий раз ваш организм и ваш мозг будут готовы вам во всем кооперировать. Вот примерно так я вам рассказала о тех правилах, которыми я стараюсь руководствоваться. И я уверена, что у каждого есть свои правила, у каждого есть свои секреты. Я вас прошу, поделитесь, пожалуйста, как вам удается много успеть, как вы планируете свой день. Я вам буду благодарна за ваши комментарии, за ваши рекомендации. Мы можем это вместе обсудить. Это интересно всем, я уверена. А я вам желаю всего наилучшего, позитива, радости, счастья. Берегите себя, потому что вы самый-самый лучший. И никогда не забывайте, что вы на Земле единственный и неповторимый. Таких больше нету. Всего вам доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Илона. Пока, до новых встреч.